Дня Великой Победы Начнется он по традиции с военного парада Это захватывающее дух зрелища, знакомо каждому с детства Но невзирая на это, оно никого не оставляет равнодушным В нашей сегодняшней передаче мы подробно расскажем И попытаемся взглянуть на военный парад изнутри И поведать вам о сложном процессе подготовки к этому действу К трибуне приближается группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны С первых дней войны на базе военных округов Советского Союза Началось развернение фронтов как оперативно-стратегических объединений Частей соединений Красной Армии Тысячи зрителей с замиранием сердца смотрят Как по площади павших борцов В чекане шаг проходят военнослужащие Волгоградского гарнизона Все как один, синхронно и четко Со стороны и вовсе кажется, будто кто-то невидимый двигает парадные коробки Конечно, никаких чудес в этом нет Такой результат достигается долгими и тщательными тренировками Это знает каждый, но далеко не все представляют Как готовятся к параду его участники Шагом! Марш! Реши, бежевый рот! Команда! Шаг! Три! Градус! Это воспитанники казачьего кадетского корпуса Имени героя Советского Союза Константина Недорубова Со дня своего основания, а именно с 2011 года Учебное учреждение ни разу не пропускало Традиционный военный парад 9 мая Кадеты – самые юные его участники Но возраст и пол никак не влияет на подготовку Требования одинаковы ко всем Будь то простые военнослужащие Девушки-курсантки или несовершеннолетние мальчишки Проведение парадов определяется воинским уставом И этим все сказано Барабан слушаем! Я раньше в детстве даже не предполагал то, что В будущем тебе придется идти на параде Ты смотрел так в детстве в телевизор Гордость за страну А сейчас ты сам принимаешь участие в параде Это вообще очень патриотично Большая ответственность Если чуть-чуть шелохнешься Все, сразу это все видно То есть нужно постоянно дисциплинировать себя Стоит ли повторять, что участие в военном параде Это почетная миссия и высокая честь? Но для того, чтобы попасть в парадную коробку Одного желания мало Колоссальная ответственность, выносливость и железная дисциплина Вот, пожалуй, главное Если ты болтаешь, сбиваешь ногу Не выполняешь команды, главнокомандующего Конечно же, тебя убирает в резерв Потому что в параде должны идти самые достойные ребята Которые это заслужили Для 14-летнего Ярослава Баклашка Это будет первый в жизни парад В котором он примет непосредственное участие Каждый день молодой человек и его товарищи Учатся маршировать на плацу Держать дистанцию и равнение в шеринге Малейшая ошибка и коробка в сотый раз начнет все заново Под стук барабана будет чеканить шаг Пока 64 человека не станут одним целым Мама и мои близкие родственники Очень горды и счастливы То, что я участвую в этом параде Потому что не каждому это дается И мне выпала такая честь И я с гордостью пройду этот парад Участие в параде для воспитанников Кадетского корпуса Равно как и для самого учреждения Важнейшая часть масштабной Патриотической работы Из года в год недорубовцы Своим старанием и железной дисциплиной Доказывают, что они имеют полное право В день Великой Победы Наряду со взрослыми военными Пройти торжественным маршем По площади павших борцов Я даже не представляю Если когда-то нам скажут Что Кадет не приглашает участвовать в параде Это трагедия Тогда можно сказать, для чего мы существуем Это будущий офицер По итогам трех выпусков Я скажу даже так В прошлом году парад был посвящен 70-летию У нас процентов всех, кто участвовал Все коробки получили Все участники, кадеты Получили медаль от министра обороны Одним из главных украшений Любого военного парада Является показательное выступление Оно состоит из разных элементов В число которых входит так называемое Дефиле с оружием Мы с вами находимся на территории Качинского военного городка Где базируется волгоградская рота Почетного караула Сейчас с вами мы попытаемся узнать Подробно обо всех основных этапах Подготовки военного дефиле Краул На ленапрю Шатаем Марш Здесь много вертушек Здесь и общие вертушки И поклон, и расхождение на воинское приветствие И волна, которую вы сами видели То есть постепенно-постепенно В общей сложности много элементов Которые нужно им запомнить А тренировать До однообразия В строевом дефиле В качестве инструмента Используется самозарядный карабин Симонова Снятый с вооружения В конце 50-х СКС превосходно вошел в роль Парадно-церемониального оружия Без карабина, без патронов Почти 4 килограмма Чтобы вот так легко С ним обращаться Нужно иметь превосходную Физическую подготовку Ее у бойцов роты Почетного караула Хватает с лихвой Непосвященному в тонкости Зрителю может показаться Что здесь сможет участвовать Любой солдат Роты Почетного караула На самом деле В так называемое Подразделение для дефиле Отбирают исключительно Командиров, ефрейтеров И лучших солдат Сначала мы записали Весь алгоритм Всю последовательность действий То есть записали в тетрадь И учили сначала Чтобы запомнить это все Потому что Первые разы, конечно Были ошибки Много ошибок Потому что программа Не маленькая И в голове столько мыслей Все время нужно думать О фиксации О ботмашке Чтобы все было четко На высшем уровне Исторически так сложилось Что все парады И торжественные мероприятия Не обходились Без таких вот идеально Откалиброванных солдат Ритуалы с участием Гвардейцев почетного караула Были введены еще Петром Первым Сегодня история Тесно переплетается Военный парад Для роты почетного караула Можно сказать Родная вотчина Бойцы этого подразделения Пожалуй Лучше других Знакомы Со всеми тонкостями Строевой выучки И подготовки Именно солдаты РПК Открывают парад В лице Знаменной группы В нее отбираются Как правило Самые высокие И внешне похожие Военнослужащие В обязанностях Бойцов роты Почетного караула Устанавливать Дистанцию Для всех участников Военного марша В качестве Линейных Эта группа Также проходит Длительный И трудоемкий Процесс тренировок Это наша Последний Жизнедеятельность Строевая подготовка Но все равно Есть нюансы Опять так же Надо все Оттачивать Дорабатывать Вот каждые Будние дни С утра До обеда С обеда До вечера Оттачиваем Строевые приемы Слаженность Подразделения Самая сложность Это опять же Не каждого Индивидуальная Подготовка А всего Подразделения Слаженность Подразделения Чтобы все Выглядели Как один Это самое главное Должно быть Как бы Этим мы и занимаемся В обязанностях Роты В первую очередь Конечно Это несение службы У вечного огня На Мамаевом кургане Но подготовка К параду Стоит особняком Здесь Оттачиваются Навыки Слаженности Движения В коробке Ее основу Составляют Старослужащие Которые уже Участвовали Во многих Мероприятиях И наиболее Подготовленные Солдаты Координирование Действий Этого Единого Механизма Осуществляется Не только Благодаря Выучке Но и при помощи Специальных приемов Когда солдат Делает отмашку Он должен Как бы Касаться Своим запястьем Соседнего Солдата Также Левофланговый У нас Который стоит Левофланговый Шеренг Он равняет Су-шеренгу Как бы Это никто не знает Да Кто там Из них Как равняет Это все держит Но мы знаем Все эти мелкости Современная Современная Российская Самоходно-артиллерийская Система МСТА-С 152-миллиметровая Установка МСТА-С Предназначена Для уничтожения Тактических Ядерных средств Артиллерийских И минометных Батарей Танков И других Бронированной техники Желанным зрелищем На любом параде Является Проезд Военной техники Это в первую очередь Подчеркивает Статус Армии Государства И ее мощь Как правило В колонии Представлены Новейшие Образцы Вооружения Однако В день победы Впереди Идут Легендарные Боевые машины Времен войны Известные Всем Виллисы Газики Армейские Мотоциклы И бронемашины Отреставрированные Свежеокрашенные Они словно Сошли с кадров В кинохронике Эта техника Завсегдатой На праздниках Ретро-выставках И торжествах Ее готовят Специально Для таких мероприятий А вот Современные Боевые машины Каждый день Несут службу Принимают Участие В учениях Стреляют Преодолевают Препятствия Испытываются На прочность Подготовка Этих Бронированных Махин К параду Трудоемкий И кропотливый Процесс Он начинается Задолго До праздника Танки Самоходные Артиллерийские Установки И другие Грозные машины Проходят Тщательный Технический Осмотр И косметический Ремонт В ремонтном парке 20-й бригады В этот раз Невероятно Шумно Гудят Десятки Дизельных Двигателей Туда-сюда Сноют Солдаты И офицеры Танки БМП И другая Техника Готовятся Первый раз В этом году Выехать В город К участию В военном параде Технику Начали готовить За два месяца До этого Сегодня Можно сказать Первая тренировка Колонна построена И ждет Прибытие Сотрудников ГИБДД Ведь Вся техника Поедет Своим ходом Механик-водитель Противотанкового Ракетного комплекса Штурм-С Вадим Ивазов Слегка переживает Ведь до этого момента Он управлял машиной Исключительно На полигоне Мы будем ехать На малых оборотах На третьей скорости Будем ехать В полонии 30-50 метров Между машинами Аппарат Это для меня первое Это большая ответственность Хорошо проехать Чтобы все Лично получилось А пока что Ближайшая цель Без происшествий И крайне осторожно Доехать до центра города Водители боевых машин Без особого труда Справляются с этой задачей Единственный Кто едет на траке А не своим ходом Легендарный танк Т-34 Машина уже давно На заслуженной пенсии И поэтому Принято решение Ее поберечь Хотя Как признаются Сами военные Тридцать четверка В достойном состоянии И способна дать фору Некоторым Современным машинам На всех репетициях Которые мы проводили На Бикетовке В преддверии Подготовки к параду Машина показала себя Вообще исключительно странно То есть умели делать Молодцы Репетиции парада Победы Проводятся Несколько раз Первая тренировка Важна равно Как и последняя Именно здесь Учитываются Все недостатки И ошибки Которые конечно же Имеют место быть Площадь Как и во время праздника Оцеплена Считанные минуты Остаются до старта Пока еще Учебного парада На котором В отличие от настоящего Еще есть Право на ошибку Подразделения уже Завершили курс подготовки И одиночной подготовки Слаженности подразделений Много вопросов Конечно мы отработали Сейчас посмотрим Как получается Уже здесь на площади Потому что В ходе гарнизонных тренировок Мы сделали Разметку площади У себя На территории плаца И тренировались там Сейчас уже площадь Другой Если звук по-другому звучит Сейчас надо все настраивать Чтобы 9 мая Все было без опинок Наши сердца Охватывают волнение Когда мы смотрим Парад Победы Это действительно Захватывающее зрелище И гордость За свою страну И тех Кто победил В той страшной Войне 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 Войне